МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Кинотеатр в агрогородке, карусель для самых маленьких и скейт-парк для тех, кто постарше. Новые объекты в подарок региону ко Дню Независимости. Готовимся к празднику. Обо всем, что нельзя пропустить 3 июля. Наше актуальное интервью. Лучше в своем деле. В Гомеле чествовали обладатели звания Человек-года. С лауреатами премии познакомилась Анна Ковалева. Спорт шаговой доступности. Как сохранить хорошую физическую форму при минимальных затратах. Специальный репортаж Максима Савина. А также все о наиболее значимых культурных событиях региона в обзоре Вероники Ворошилиной. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. По традиции, накануне Дня Независимости на Гомельщине определяют обладатели звания Человек-года. Эта специальная награда облсполкома с 2009-го ежегодно вручается за заслуги в профессиональной общественной деятельности. Кто в этом году получил почетное звание, знает Анна Ковалева. Коллеги и друзья говорят о ней так. Если бы за милосердие присваивали звание, то Аллы Смоляк был бы не ниже подполковника. Служению людям она отдала почти 20 лет жизни. Все это время работала в обществе Красного Креста. Начинала в одной из районных организаций Гомеля. Сегодня возглавляет областную организацию белорусского общества Красного Креста. Десятки благотворительных акций и проектов. Помощь больным, одиноким, престарелым, людям без определенного места жительства, беженцам и в целом всем, кому нужна помощь. И когда кажется, что ждать поддержки больше неоткуда появляются такие люди, как она. Вместе с ней и под ее руководством помощь нуждающимся в Гомельской области оказывают более 200 тысяч человек. Сестры милосердия, волонтеры, крупнейшие благотворительные организации страны. У каждого в жизни есть свой путь. Наверное, я свой путь избрала уже с детства. Хотела помогать больным, хотела ухаживать за больными. Затем это уже учеба, и потом вот такой вот мне Господь Бог уготовил путь жизненный. К слову, именно такой путь привел Аллу Смоляк к призванию и званию Человек-года. Ежегодно лауреатов премии определяют в семи номинациях. Звания присваиваются в канун Дня независимости. Так, в категории «Открытие Человеком-года» стала чемпионка Европы по вольной борьбе, призер Олимпийских игр, гомельчанка Мария Мамашук. Серебро этой девушки стало первой олимпийской наградой Беларуси в женской борьбе. Путь, естественно, труден, очень тяжел, но это того стоит. Особенно, когда ты стоишь на пьедестале и добиваешься первого места, когда играет твой гимн. Ты гордишься, что ты это сделал, что ты стал первым, что ты прославляешься в Беларуси, гордишься за свою страну. Эмоции переполняют, что ты хоть как-то какую-то частичку вносишь, чтобы как-то прославить свою республику. Спортсмены тоже прилагают много силы для того, чтобы прославить свою страну. Организаторы говорят, успехи каждого из лауреатов премии «Человек-года» и коллективов, которые стоят за ними, отдельный пазл в деле построения независимой и сильной страны. Не без волнения получает награду и Владислав Доронин. По итогам прошлого года он стал лауреатом премии «Человек-года» в номинации «Служу Отечеству». Его профессиональный путь когда-то определила срочная служба в пограничных войсках. Именно тогда понял, как важно защищать своих родных и свою страну. Сегодня он с гордостью носит форму с геральтикой изумрудно-зеленого цвета и служит в отделе кинологической службы Гомельской таможни. В таможенных органах я работаю с 2009 года в отделе кинологической службы. То есть моя работа связана непосредственно с работой служебной собаки и поиск наркотиков на границе. Сейчас всем известно, что такая у нас непростая ситуация с наркотиками, что молодежь потребляет наркотики. Приходится с этим бороться непосредственно на границе, не допустить распространения этой заразы, чтобы не попала к нам в республику. В номинации «Лидер Человеком года» стал директор предприятия «Торгсервис» Олег Бойко. Лучшим руководителем признан генеральный директор открытого акционерного общества «Музырь-Соль» Геннадий Богдан. Обладателем почетной награды стал и директор совхоза комбината «Заря» Олег Слинько. Он получил звание в номинации «Человек на земле». И, наконец, в номинации «Мастер» звание получил тракторист-машинист реческого комбината хлебопродуктов Виктор Грысь. К слову, премию «Человек года» на Гомельщине выручают с 2009 года. За это время ее получили более 60 жителей региона. Ну, хотелось бы, прежде всего, успеть сделать это то, что у меня, как бы я не добилась своей цели, это олимпийского золота. Своей команде хотелось бы пожелать только побед в нашем нелегком деле. Всегда сплоченность команды, чтобы всегда была, чтобы друг за друга были. А народу Беларуси добра, мира над головой. Ну, хотелось бы заниматься любимым делом, то есть продолжать свою работу. Поздравить всех с праздником и пожелать терпения и удачи. Безусловно, сейчас мы должны еще более работать усердно, смотреть с уверенностью в будущее, искать доноров, спонсоров, развивать международную гуманитарную деятельность, привлекать проекты, которые нам, собственно говоря, в государстве нужны. Поэтому такая высокая награда – это не итог, это всего лишь старт к каким-то другим трудовым успехам. В биографии каждого из них наверняка были и непростые, переломные моменты. Но каждый своим примером показал, трудолюбие и верность делу всей жизни творят чудеса. Анна Ковалева, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Накануне Дня независимости регион принимает праздничные подарки. Первый в Беларуси цифровой кинотеатр, расположенный в Агрогородке, открылся в Светлогорском районе. Кинотеатр «Спутник» в Чирковичах рассчитан на 120 мест. Экран позволяет смотреть фильмы в формате 3D. Посетителям будут предложены услуги кинобара и развлекательные аттракционы. К кинотеатру будет организован бесплатный подвоз зрителей из Светлогорска. Ну а в Гомеле завершили ремонт северо-восточной части набережной реки Сож. На участках, где на поверхность выходили ключи, установлены дренажи. После ремонта вся набережная приобрела единый стиль. Появилась и своя изюминка. Из тротуарной плитки выложены элементы белорусского орнамента. Напомним, торжественное открытие набережной, где, кстати, будет и долгожданная скейт-площадка, состоится 3 июля в полдень. Подарок ко Дню независимости подготовили и для маленьких жителей региона. В Гомельском парке 3 июля откроется новый аттракцион. Он рассчитан на детей в возрасте от двух лет. Конструкция имеет форму цветочного букета. Карусель будет украшена световым оборудованием. День независимости. Главный государственный праздник. Уже завтра по всей стране пройдут массовые мероприятия и тематические акции. На Гомельщине День независимости встретят традиционно масштабно. Причем не только в областном центре, но и в небольших населенных пунктах. О закулисье праздника и символах нашей независимости в актуальном интервью с заместителем начальника главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома Татьяна Кручко. Программа Дня независимости главного государственного праздника республики гипернасыщена. И тем не менее, организаторам удается каждый раз гостей, участников праздника удивлять. Что готовите в этом году, если не секрет? Есть такое хорошее правило в Гомельской области. Никогда не повторяться и даже традиционные мероприятия проводить как-то по-новому. Поэтому ярче, интереснее и глубже пройдут и традиционные митинги, и торжественные шествия, выставочные и концертные мероприятия. Особенностью, скажем, торжественного шествия в городе Гомеле в этом году станет участие в нем представители всех районов области, которые пройдут по главной улице областного центра с гербами своих районов, а затем представят свои выставочные подворья на улице Ланге. Есть изюминки в каждом районе и города Гомеля. Это и выставка белорусского орнамента, и гастрономические конкурсы, и многое-многое другое. И в районах Гомельщины, если в Ельске это, скажем, конкурс деревянной скульптуры, в Житковичах это конкурс мисс Вышиванка, в Чичерске фестиваль молодежных субкультур за главная буква, то в Светлогорске это открытие цифрового кинотеатра в агрогородке Чирковичи. Сегодня это единственный агрогородок, который ко дню независимости получает такой замечательный подарок. Надо сказать, что таким образом к цифровому киноискусству смогут приобщиться и жители районного центра, и гости близлежащего санатория. Замечательный подарок в День независимости. Татьяна Леонидовна, интересно, если не секрет, а как Вы проводите этот праздник? Я из тех людей, для которых праздники – это работа. Но работа интересная, позитивная и, поверьте, очень благодарная. Потому что, когда ты видишь улыбки людей, когда ты видишь эту атмосферу единения, ты понимаешь, что все получилось. Финал праздничной программы Дня Республики – традиционная акция «Споем гимн вместе». Как считаете, в чем секрет, почему проект за долгие годы стал по-настоящему народно любимым? Не могу не поделиться с вами забавной историей, которая приключилась во время проведения такого проекта, когда ко мне подошел маленький мальчик и попросил флажок Республики Беларусь. В ответ у него поинтересовались, а знаешь ли ты, мальчик, гимн своей страны? Нет, отвечает он. Ну тогда давай, ты споешь только то, что знаешь. Хорошо. И нужно было наблюдать за глазами этого мальчика, в которых было сначала удивление, затем радость, потому что слово за словом он спел весь гимн. И, конечно же, ушел с флагом Республики Беларусь. Нужно было наблюдать за глазами организаторов, в которых как минимум гордость? Конечно. И я думаю, что гордость испытывать должны родители этого мальчика, которые правильно воспитывают своего ребенка, привлекают его к таким проектам. Да и в целом, надо сказать, что каждый человек, который хотя бы однажды пришел на акцию «Споем гимн вместе», испытывает необыкновенное ощущение, когда слышит свой голос в этом многотысячном хоре, который поет «Вечно живи и квитней Беларусь». Поэтому ему захочется вновь и вновь принимать участие в этом проекте. Татьяна Леонидовна, ну и подводя черту в нашем интервью, а что для вас День независимости? Для меня День независимости – это, прежде всего, символ солидарности нации, единения всех и каждого, в стремлении сделать жизнь своей страны ярче, краше, интереснее и лучше. Спасибо за интервью и до встречи на улицах праздничного Гомеля. До встречи. Гомель занесен на обновленную республиканскую доску почета. Она торжественно открылась в Минске. По традиции, в канун Дня независимости Беларуси отмечают самые успешные области, районы и предприятия. По итогам прошлого года их 68. В сфере социально-экономического развития победителем соревнования среди городов стал Гомель. Кроме того, Гомель и Октябрьский район области также вошли в число лучших по экономии ресурсов. Помимо городов и районов, на доске почета несколько десятков компаний и организаций. В том числе Калинковический молочный комбинат, совхоз комбинат «Заря», Мозырский опытный лесхоз и Гомельский государственный цирк. Четыре сотни бумажных аистов поднялись в небо на воздушных шарах. Такую акцию под символичным названием «Белая Русь под белым крылом» накануне Дня независимости организовали активисты Союза молодежи. Она прошла в Гомеле рядом с памятником погибшим во время Великой Отечественной войны комсомольцам. В этом году акция прошла уже в третий раз. У памятника собралось более 400 школьников и студентов. Одежду с национальным орнаментом примерили самые маленькие жители Гомеля. Областной центр принял эстафету патриотического марафона «Подары новонародженному вышиванку». Дети, которые на этой неделе появились на свет в Гомельском областном роддоме, получили распашонки ручной работы. До 3 июля одежду с национальным узором привезут в каждый роддом региона. Детей, которые родятся непосредственно в День независимости, ждут особые подарки. Международный детский лагерь мира и дружбы «Крыничка-2017» торжественно открылся в Рогачевском районе. Этот лагерь стал визитной карточкой областного отделения Белорусского фонда мира и региона в целом. «Крыничка» ежегодно собирает подростков из Белоруссии и приграничных стран. В этом году проходит 25-я юбилейная смена. Международный лагерь собрал около 300 подростков из регионов Белоруссии, России и Украины. На базе торгово-развлекательного комплекса в Гомеле появился имиджевый объект МЧС – Центр безопасности. Он стал пятым в регионе и первым в областном центре. Это новая форма профилактической работы с несовершеннолетними. Главная задача – через игры и конкурсы научить детей правилам пожарной и личной безопасности. Имиджевый объект оснащен спортивным и игровым оборудованием. Здоровый образ жизни все больше в моде. Вместе с профессиональным спортом на Гомельщине активно развивается и спорт массовый. И это понятно. За большими достижениями главным видится здоровье нации. В спортивных клубах, которых открыто множество, особенно в Гомеле, предлагают тренировки по самым разным направлениям и системам. На недостаток посетителей здесь не жалуются. Но всем ли это по карману? Тренажерный зал и личный тренер? Альтернатива есть. Велопрогулка, утренняя пробежка, старые добрые игры на природе или скандинавская ходьба с палками. Не только модно, но и полезно. Как и где занимаются спортом гомельчане с минимальными затратами и максимальным эффектом? В репортаже Максима Савина. В жаркие летние дни люди тянутся к воде. Центральный пляж Гомеля. Тысячи людей приходят сюда, чтобы отдохнуть и охладиться. Причем ноги не ограничиваются водными процедурами, а совмещают приятное с полезным. Кто-то часами играет волейбол. Для этого здесь оборудовано несколько площадок. Для любителей силовых упражнений – воркаут-зона. Этот спортивный объект появился на карте Гомеля два года назад и сразу же стал местом паломничества для любителей силовой гимнастики на турниках. Как любителей, так и профессионалов. Сложные трюки – это итог не одного года тренировок. Не только держать себя в форме, но и прогрессировать можно, выполняя и самые простые упражнения на турниках. Максим Телепнев в спорте 17 лет. Призер международных соревнований по пауэрлифтингу, член сборной команды Беларуси. Работает тренером в одном из гомельских фитнес-клубов. Сейчас главный спортивный снаряд для него – штанга. Однако начинал он свой путь в большой спорт именно с уличных турников и брусьев. С шести лет на турничках всегда занимался. Главное в нашей жизни – это желание, а возможность мы всегда найдем, если есть желание. В гомеле строятся прекрасные площадки, подобные этой. И здесь можно прекрасно потренироваться как верхний плечевой пояс, так и нижний плечевой пояс. Различные варианты подтягиваний и отжиманий на брусьях – эффективное упражнение, но только в том случае, если выполнять их правильно. Чтобы правильно подтянуться, мне нужно прогнуться в пояснице и свести лопатки к позвоночнику. Локти идут вдоль туловища. Я предварительно напрягаю спину, выдыхаю и подтягиваюсь. Не верьте тому, кто скажет, что воркаут-площадка – не место для девушки. Дамы могут и здесь активно поработать над своим телом. На опускании мы делаем вдох, Юленька. На поднимании мы толкаемся пяточкой и делаем выдох. Работает наша ягодичная мышца. А еще лучше заниматься в паре – неприятно и результативно. Популярный проект Совета отцов города Гомеля «Папа-зал» в летнее время трансформировался в «Папа-стадион». На школьной площадке отцы вместе с детьми играют и, конечно же, тренируются. Спортивных снарядов здесь предостаточно. В этом году воплотили в жизни еще одну инициативу – движение уличных игр. У нас есть проекты, которые занимают детей младшего возраста. Там, скажем, до рождения, в момент рождения и совсем маленькие. А подростки выпадали, поэтому появилась идейка развивать именно дворовые игры, дворовый спорт как таковой. Мы это начали делать и провели турниры по стритболу, по мини-футболу, повыбивало. Стритбол – уже само название говорит, что эта игра родилась на улице. Правило здесь проще, чем в классическом баскетболе. Для игры и тренировок необходимо только одно кольцо. Состав команды не более трех человек. Площадки есть во многих школьных дворах, так что особых проблем у гомельских любителей уличного баскетбола нет. Кстати, стритболистов в Гомеле немало. Это показал первый тур чемпионата по уличному баскетболу «Оупен-стрит», который в середине июня состоялся в Гомеле. Организаторы турнира «Любительская Полесская баскетбольная лига» она уже год существует в областном центре и баскетбольный клуб «СОЖ». «Оупен-стрит» собрал более трех десятков команд в нескольких категориях. Вскоре состоится и второй тур. Организаторы ожидают еще большего интереса. Люди спрашивают, когда будет следующий сезон. Интересуются «Оупен-стритом», интересуются «ПБЛ». Ну, хочется верить, что интерес повышается в таком виду спорта, как баскетбол в Горде Гомеле. И все же именно велосипед по-прежнему остается самым популярным и доступным тренажером в мире. На Гомельщине в последнее время число поклонников этого вида транспорта растет в геометрической прогрессии. Причем многие предпочитают его личному авто и общественному транспорту. Спокойные велопрогулки по асфальту или скоростные поездки по бездорожью. Каждый найдет в велоспорте что-то свое. В то же время это не столько спорт, сколько способ приятный и полезный производитель. У нас родилась такая инициатива объединиться в такую компанию, которую мы назвали «Велосемья», потому что мы на самом деле «Велосемья». Эта инициатива абсолютно новая. У нас всего лишь два выезда было, ну и резонанс прекрасный уже. То есть мы собираемся семьями, маленькие дети, постарше, в велокреслах, на своих двухколесных велосипедиках. Едем на природе, в игровой форме, организуем для них игры, катание на лодках, пиратская вечеринка у нас была. У нас была лесная сказка с веселыми эстафетами. Бюджетных вариантов для занятия спортом, где при минимуме вложений можно получить максимальную отдачу в виде здоровья и хорошего настроения в Гомельской области достаточно. Было бы желание, а именно его чаще и не хватает, чтобы изменить свою жизнь. Максим Савин, Валерий Гопанько, Максим Славин. Специально для программы «Итоги недели». Далее новость, которая порадует истинных гурманов. В Гомельской области пройдет неделя белорусской кухни. Старт будет дан 3 июля. Более 20 кафе и ресторанов предложат национальные блюда. В объектах общепита Гомеля и области можно будет попробовать еду, приготовленную по уникальным рецептам. Это и свежевыпеченный хлеб, и домашняя жаренка по-белорусски с грибами. К слову, в эти дни кафе и рестораны обещают специальные приятные цены. Составит ли белорусская кухня конкуренцию пиццы и суши? Узнаем на следующей неделе. А сейчас вспомним основные события уходящих 7 дней. Белорусская прокуратура 26 июня отметила 95-й день рождения. Чтобы вспомнить историю, отдать дань уважения ветеранам и высказать благодарность за успехи действующим сотрудникам, в зале областного драмтеатра собрались представители ведомства. За последние 10 лет преступность снизилась практически вдвое. За 20 лет в три раза меньше регистрируется убийств. Чтобы сохранить эту динамику, упор делается на профилактику. Тем, кто вносит свой вклад в эту работу, в праздничный день вручили медали и грамоты, присвоили служебное звание. А 1 июля в нашей стране отмечался День кооперации. Накануне профессионального праздника в Гомеле прошло торжественное собрание. На протяжении последних лет гомельские кооператоры среди лидеров в стране. По итогам работы за прошлый год по таким показателям, как экспорт товаров, сокращение энергозатрат и рентабельность продаж, Гомельский облпотребсоюз находится на втором месте. По итогам финансово-хозяйственной деятельности на третьем победителем внутреннего соревнования областных кооператоров за прошлый год признан Светлогорский райпотребсоюз. Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Республики Беларусь Жан Ивбушарди посетил Гомеля с мониторинговым визитом. Он побывал в областной организации Белорусского общества Красного Креста, управлении по гражданству и миграции, а также в пункте временного размещения беженцев. В программу визита вошла и встреча с сирийскими семьями. Они переселены в Гомель в рамках совместного проекта ООН и Республики Беларусь. К слову, в этом году за предоставлением убежища в Беларуси обратилось около 200 человек. Белорусский фонд мира объявил начало новой акции под названием «Дорогами войны, мира и труда». Она будет проходить на базе сельскохозяйственных предприятий региона. Первая поездка с участием будущих выпускников вузов и колледжей прошла в Речицком районе. Таким образом, Гомельское отделение фонда мира помогает учащимся ближе познакомиться с профессиями в разных сферах деятельности и ознакомиться с условиями жизни и работы на селе. А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В Гомельском областном драматическом театре на этой неделе состоялась премьера спектакля «Дракон». Свою версию знаменитой одноименной пьесы Евгения Шварца представил режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Олег Молитвин. В спектакле привычные сказочные персонажи подаются в новой трактовке и обретают человеческий облик. В ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Эвкалипт, коала, кенгуру – пожалуй, первая ассоциация, которая возникает при упоминании материка Австралии. Однако, как бы не так, во Дворце Румянцевых и Паскевичей на этой неделе открылась выставка, которая позволит значительно расширить знания об этом далеком экзотическом континенте. Живописные работы олицетворяют традиции первобытного искусства Австралии, которые сохранились до наших дней. Экспозиция является красочным рассказом от имени коренного населения об истории своей страны. Причем авторы работ – не профессионалы с мировыми именами, а художники-аборигены. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей представлено творчество более десяти авторов. У каждого разный уровень художественного мастерства. Некоторые работают в общепринятых техниках, другие – в новых метафорических стилях. Характерная особенность всех произведений – это обязательное присутствие ярких красок. Тем временем в Гомельском городском центре культуры на этой неделе свою новую концертную программу «Феникс» представил певец Виталий Сычев. Он исполнитель, который является дважды стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, участником Славянского базара в Витебске, «Новой волны» в Юрмале. Со сцены звучали собственные песни артиста, кавер-версии популярных эстрадных хитов в его исполнении, а также народные песни в современной обработке. С новой концертной программой «Феникс» Виталий Сычев планирует отправиться в гастрольный тур по городам Беларуси. Отличительной особенностью является то, что билет оплачивается после концерта на усмотрение самих зрителей. А в Гомельском областном драматическом театре на этой неделе состоялась премьера спектакля «Дракон». Свою версию знаменитой одноименной пьесы Евгения Шварца представил режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Олег Молитвин. На сцене развернулась остропсихологическая история, где персонажи перестают быть просто сказочными. Они подаются в новой трактовке и получают человеческий облик. Придают зрелищности постановки, декорации, звуковые спецэффекты, музыкальные и хореографические номера, которыми она сопровождается. Премьерный спектакль «Дракон» рассчитан на широкий круг зрителей. Он будоражит фантазию и наводит на определенные мысли. К тому же режиссер целенаправленно не делит персонажей на хороших и плохих, что также является своеобразной почвой для размышлений. Следующая неделя нам также готовит немало интересного. В Гомельском городском молодежном театре состоится премьера спектакля «Метод». На сцене развернется психологическая пьеса, которая расскажет, на что готов пойти человек ради головокружительной карьеры и какие нравственные границы он при этом способен приступить. А во Дворце культуры «Металлурга» в Жлобине будет показан спектакль «Играем в дружную семью» или «Гарнир» по-французски. Это комедийная история о любовном треугольнике и случайном, но весьма забавном стечении обстоятельств. И на этом все с самыми интересными культурными событиями региона. Вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи!